Дорогая посевная, из-за непогоды фермером области придется нести двойные убытки, на какую поддержку могут рассчитывать аграрии. Новый подход к созданию гаджетов на Олимпиаде по роботостроению. Школьники представили электронные машины с душой. Хвостатая охрана по-питерски. Экспонаты одного из городских музеев сторожат около десятка кошек и котов. Прогулялась до реанимации. Во Фрунинском районе Саратова произошло ЧП. На подростка упало дерево. 13-летняя Каролина вместе с подругой шла по тротуару, как вдруг от порыва ветра на пешеходную часть рухнул старый тополь. Сейчас девочка находится в больнице, в палате интенсивной терапии. У нее открытая травма черепа и ушиб головного мозга. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего сейчас изучают правоохранительные органы. Они взяли обрасти дерево на экспертизу. В свою очередь, отец девочки винит случившимся коммунальщиков, которые вовремя не спилили сухое дерево. Как оно сухое, не сухое? Вот оно. Дерево, да? То есть тут ничего показывать не надо, тут оно все видно, да? И его видно. Говорит о том, что его там не видно, надо экспертизу какую-то проводить. Вот она голая и без коры лежит. И вот видно, что это сухое дерево, оно не первый год без коры. То есть это все видно. Как говорят сами жители, по этому тротуару с риском для жизни ходят уже не первый год. Подробнее о том, кто виноват в этой ситуации и будет ли она меняться в ближайшее время, смотрите в нашем сюжете в следующих выпусках новостей. Саратовских фермеров ждут дополнительные траты. Существенная часть озимых не смогла пережить холода. И это еще не конец. Как сообщили сегодня в областном правительстве, до тех пор, пока весна окончательно не наступит, час посевов также находится под угрозой. Как будут справляться с потенциальным неурожаем, узнал Роман Стрекал. Трец посевов озимых культур находится в плохом состоянии. А это значит, под угрозой объема урожая. Фермеры понесут удовольные убытки. Засушливая осень стала причиной того, что часть культуры придется пересеивать. В основном пострадали озимые левопережья. Как решить эту проблему, обсуждает у нас заседание областного правительства. Пересев в составе 252 тысячи гектар, которые будут засеяны на 162 тысячи гектар зерновыми и на 90 тысячи гектар техническими культурами. Наибольшей площади пересева предстоит провести в Вершовском, Балаковском, Новозенском, Краснокутском и ряде других районов. Но принятые решения будут уточняться, так как визуальная оценка вышедших под снег полей говорит о хорошей перезимовке взошедших и возможном развитии слабых и изреженных посел. Несмотря на визуальную оценку, угроза гибели урожая сохраняется до тех пор, пока температура воздуха не пересечет в 10-ти градусный рубеж. От погодных условий зависит и время начала весенних полевых работ. В этом году они стартуют в первых чистох апреля. Вормированные структуры в сочетании с оптимальными сроками проведения полевых работ позволяют произвести зерна 3,8 миллиона тонн, масло семян по столичке 1 миллион тонн, сахарной свеклы 217 тысяч тонн, картофеля 368 тысяч тонн и овощи бахтевых культур 480 тысяч тонн. Наибольшее количество поселных работ будет проводиться в Перелюбском, Пугачевском, Ярышевском и Балашевском районах. Средства на эти цели уже выделены из федерального и областного бюджетов. Из федерального центра региона направлено 53 миллиарда рублей. В Саратовской области выделяется 1 миллиард 10 миллионов рублей, половина из них более 600 миллионов рублей. По несвязанной поддержке растеневости уже переведены на счета аграрии. Средства хозяйствам продолжают поступать. На очереди перечисление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам. Это более 500 миллионов рублей. Венди обещают довести до фермеров в кратчайшие сроки. При этом проследят, чтобы средства поступили в полном объеме только на официальные счета хозяйств, минуя посредников. Роман Стрекалов, Александр Рыбачков, Саратов-24. Отобрали квартиру, угрожая расправой. Ветеран Великой Отечественной войны Нина Запольская в 2007 году лишилась собственного жилья. Ее заставили переписать недвижимость на родственника. Пенсионерка не помнит, как оказался нотариуса. Говорит, ее напоили неизвестным веществом. Квартирная афера состоялась. Недвижимость продана. Отруженицу тыла оставили жить у родственника, которому оказалось не по душе такое соседство. И он выставил пенсионерку на улице. Кожилой женщине пришлось снять комнату в общежитии без элементарных удобств. Нина Запольских неоднократно обращалась к участковому с просьбой рассмотреть ее дело. Но Энгельская полиция постоянно отказывала. Тогда она обратилась к адвокату, который также не смог ничем помочь. И только после того, как ситуацию придали огласки региональные СМИ, органы социальной защиты все же нашли для пенсионерки приют. Но с детьми прокуратура области в ходе проверки признала, что квартира потеряна в результате мошенничества. Сейчас по этому факту уже возбудили уголовное дело. Следователи также отметили, что Нина Запольских имеет право на получение собственной жилплощади. Ветеран Великой Отечественной ОМИ в соответствии с обнагачественными правами получения жилья установлены законным сроком. Для этого ей необходимо встать на жилищный учет, то есть обратно необходимый пакет документов обратиться в Министерство от СТЖКХ. Информация в Министерстве присутствует, но от данной гражданки ни от нее, ни от ее законных представителей, ни заявлений, ни обращений в адрес Министерства не поспал. Ну, то есть при очередном порядке данной гражданки нужно встать на учет. Выход ждать своей очереди на квартиру в соответствии с законом, но Нина Запольских сама не сможет оперативно собрать и предоставить документы, подтверждающие ее права на получение жилплощади. В силу своего возраста ей более 90 лет. Ветеран не исключает, процесс может затянуться, поэтому пока Нина Запольских вынуждена жить в Энгельском доме-интернате для престарированных инвалидов. Трое детей попали под колеса иномарки вместе со своей матерью. Крупное ДТП произошло на одной из самых оживленных дорог Саратова. На записи видеорегистратора видно, как женщина с тремя детьми перебегает в проспект энтузиастов. Водитель отечественной шестерки, который ехал в левую ряду, смог затормозить, а вот мужчина на пиате не успел среагировать. Помощь пострадавшего оказала проезжающая мимо скорая. К счастью, дети отделались с синяками и ссадинами. Но этот инцидент вызвал реакцию сотрудников ГИБДД. Они вышли на специальный рейд в пешеход. Инспекторы напомнили, что с начала года 60 ДТП произошло как раз с участием пешеходов. Также они предложили свое решение сложной дорожной ситуации возле торгового центра в заводском районе. Если мы уберем пересечения пешеходных переходов с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта, подземлю или наоборот, надпроезжая часть, то конфликтов будет меньше. И, соответственно, будет меньше дорожных происшествий с участием пешеходов. Эти дорожных происшествий всегда происходят с наиболее тяжкими последствиями для участников дорожного движения. Во время рейда сотрудники ГИБДД напоминали пешеходам о том, как правильно и безопасно переходить в проезжую часть. С тем, кто, несмотря на предупреждение, кто же нарушал правила дорожного движения, выписывали штраф. Робот-летучая мышь, исследователь далеких планет и уникальная стиральная машина, которая разделяет по цветам вещи. Все эти удивительные изобретения представили вовсе не на международной выставке научных достижений, а на школьной олимпиаде по роботостроению, которая впервые прошла в Саратове. Юные конструкторы утверждают, что их творение не просто кусок железа, а почти живой организм. В этом убедился Денис Титаренко. Участие человека движутся по линии, объезжают преграды и находят вылеток из сложных ситуаций. Вот робот-исследователь, робот-летучая мышь и даже прототип марсофода. Три-два раза, чтобы поехать. Нашествие роботов устроили в Саратовском гуманитарно-экономическом лицее. Сюда приехали школьники со всей области, чтобы помериться искусственными интеллектами в рамках областной олимпиады по робототехнике. Мне показалось, что брать, и стали больше сырать. Пришлось купить новую машину, и мы придумали сделать стиральную машину с инновацией, чтобы она могла определять свет, дуя, и приближать о возможном окрашивании. И, например, с синей и красной стоять нельзя, и говорили, что мы убрали вещи. Пока юноши мечтают о полете в космос, конструкторы девушки думают, как облегчить себе домашние заботы. Школьницы сами спроектировали и собрали инновационную бытовую технику. Самые зрелищные состязания собирают аншлаг. Сначала робот должен с помощью датчика пройти трассу по черной линии. Это непросто. А физически добирается только один в металлическую часть. Затем роботы выбираются с лобелинкой и, наконец, встречаются на ринге один на один. По словам организаторов, ни один из роботов во время соревнований не пострадал. Тем более, что создавались они специально для учебного процесса. Такие роботы в жизни не применялись. Эти роботы созданы специально для того, чтобы в образовательном процессе вести, собственно, обучение. И эти роботы сделаны для того, чтобы дети смогли участвовать в соревнованиях. Это уже дополнительный фактор. А так, на самом деле, для изучения основ алкоголизации на уроках информатики. Соревнования такого рода в Саратове проводятся в Хируи, хотя роботов предельно собирают давно. А в качестве награды победителям путевка в Казань. На старой физку олимпиады по робототехнике. Денис Титаренко, Александр Питченко, Саратов, 24. Музейная стража, экспонаты Краеведческого музея. Вот уже несколько лет стерегут пушистые охранники. Так, сотрудники учреждения перенимают опыт питерских коллег. Хранилище Эрмитажа около 15 лет защищает от грозунов порядка 100 кошек и котов. Причем раньше им было разрешено прогуливаться прямо по залам. Как несут свою службу их провинциальные соратники, узнала Анна Ковалева. Идите сюда, идите, малыши. Вот это пятнышко с белым пятнышком. Вот это папа опять пришел. Идите туда, подходи. Они все очень дикие, очень настороженные, кроме Черныша. Он только доверяет людям. Вот там еще одна побежала. Представляет питомцев музея Краеведения. Заведующая местной библиотекой Вера Мелехова каждое утро перед работой выходит во внутренний двор, чтобы покормить хвостаток любимцев. Шесть четвероногих охранников живут здесь уже три года. А все началось с кошки, которые однажды принесла четверых котят. И мы считаем себя не вправе. Хватать их куда-то тащить. Тем более, я говорю, что у нас есть такой положительный пример нашего главного музея Эрмитажа, где их полят, лелеют, за ним ухаживают. Вот такое. Не то, что мы это делали именно так. Просто мы их любим. Под кошачье веяние попали многие мировые музеи. Штатный кот охранник от грызунов. Пушистые сотрудники получают зарплату кормом. В России самые известные из них обитают в Эрмитаже. Более ста кошек живут в подвалах здания. Однако, мало кто знает, что во дворе Старатовского музея краеведения тоже проживают всеобщие любимцы. Их называют пломиками по аббревиатуре музея. И хотя в бюджете нет статьи расходов на кошек, их кормят, лечат и всячески оберегают музейные сотрудники. За свой счет. В месяц Вера Мельхова с коллегой тратят на питомцев около тысячи рублей. Вот тут еще входит покупка куриных голодцев, сухой корм, но иногда какие-то кисломолочные продукты. Когда их хочется, им с поболом. А их хочется поболом. Есть у котов и свой дом, где они зимой прячутся от морозов. Его оборудовали сотрудники музея и разместили на крыше, чтобы собаки не достали. Однако, вход в сам музей кошкам строго воспрещен. В отличие от того же Эрмитажа, где хвостатые охранники живут, в самом здании. Кстати, этот факт вызывает некоторые недоумения у каратовских прояведов. Я не знаю, как они в Эрмитажах строго с этим, но у нас везде находится стопот сигнализации. И было так несколько раз, когда открывали летом двери, кошка туда выбегала, оставалась на ночь, и ночь она просто стрывала сигнализацию. Несмотря на то, что стражи музея живут во дворе, в учреждение не рискует проникнуть ни одна ночь, уверяют работники музея, именно они, в знак благодарности бойцам невидимого фронта, предложили узаконить профессиональный праздник – День музейного кота. Мы решили не назначать определенное число, потому что оно может быть не очень удобно для тех, кто решит принять участие в праздновании Дня кота, поэтому это будет любой день в марте каждого года. Скорее всего, какая-нибудь последняя пятница каждого марта. В музее об этом объявили во всеуслышание на праздничном концерте. Поздравить местных питомцев пришли и сотрудники фонда помощи животным. Взяли полное шествие на татане, пообещав оказывать им всевозможную помощь. Чтобы животным ничего не нуждались, то есть в плане формы, а также в случае возникновения, не дай бог помощи в какой-то внештатной ситуации, если кто-то заболеет. Также мы готовы оказать им помощь в лечении, медицинском обследовании за счет средств нашего фонда. Своё слово руководитель благотворительного фонда сдержал. Первый праздничный день лакцинаты подарили музейным котам и кошкам две внушительные упаковки корма. Но на этом пообещали не останавливаться и активно следить за жизнью пушистых охранников. Анна Ковалева, Стадия Гошуна, Роман Шильдяев, Саратов-24. Двухчасовой танцевальный батл на площадке торгового центра. 11 коллективов нашего города сумели оторвать от покупок в выходной день сотни людей и привлечь их внимание в компровизированной сцене. Самые разные танцы от больных до восточных были представлены как профессиональными танцорами, так и дебютантами. Конкурс для юных талантов организовала редакция газеты «Комсомольская правда в Саратове». В трехстриальные условия участники конкурса не должны быть старше 14 лет. Оценивал пластику, движения и креографические навыки народный артист России, руководитель балетной труппы театра оперы и балета Игорь Стецюрнова. Он возглавил жюри танцевального марафона. Если профессиональные танцоры держались уверенно, то новичкам было сложнее справиться с волнением перед многочисленной публикой. Это первое выступление, и я вспомнила, когда я очень молодец, и растерялась и летала, что был весь танец, но оставалась из стадиона. Мы решили провести и открыть определенные звезды для нашего города, потому что совсем недавно проводили певческие конкурсы, там дети показали просто такие способности. Я думаю, что Саша Воробьева уже должна волноваться за свое место на Олимпе в музыкальном. Я думаю, что мы сделаем так, и это будет первым шагом для многих детишек, чтобы они, в общем-то, сделали свой первый шаг непосредственно на большую сцену. Все участники танцевального конкурса получили призы, скидки в Центр здоровья и бесплатные абонементы фитнес-клуба. Главная награда от Комсомолфи, музыкальный центр и 4 тысячи рублей досталась ассамбле эстрадного танца «Арцишок». Баскетбольная интрига. Саратовский автодор поборолся за право выйти в плей-офф чемпионата Единой Лиги ВТБ. Исход матча должен был существенно отразиться на месте команды в международном баскетбольном рейтинге. Принципиальный поединок прошел с Волгоградским красным октябрем. Сражение на арене Дворца спорта «Кристалл» оказалось напряженным. На протяжении всего матча разрыв между соперниками был минимальным. За ходом игры слезала. Морис, слезала. Настойчиво требуют от баскетбольной команды победы фанаты «Красного октября». Хотя игра и на саратовском поле, но перекричать волгоградских болельщиков местным удается не сразу. Быть может, чувствуя проигрыш своих фанатов, саратовский автодор тоже едва ли не пасует. Не могу понять, почему. Потому что я помню тот выезд, который приезжали ваши болельщики к нам в Волгоград. И я помню, как они поддержали команду. Они очень дико поддержали команду. Они были активные, они были веселые, они были шумные. А сейчас я, ну я не знаю, они дома. И в том, что они дома, вообще никакого преимущества не вижу. Не знаю, мы всегда болеем, всегда болеем. Всегда болеем. Хотим организовать фан-фектор. В ВКонтакте мы собирали поддержку, подписывались 38 человек. Вот всего 8, 9, 10 нас. Впрочем, размахивать белым флагом пока не собираются. Эта игра принципиально важна для Автодора. Борются за выход в плей-офф единой лиги ВТБ. Международного турнира среди команд Восточной и Зеверной Европы. Команда тоже играет быстрый баскетбол. То есть заставляет быстрее возвращаться в защиту. Они в конце некоторых четвертей забивали 3 очка, 2 очка. То есть нельзя терять концентрацию. Рассредоточить внимание соперников пытаются визуальными образами. Не удается. Волгоградские игроки, по большей части, выходцы из американского баскетбола забивают едва ли не по 30 мячей каждый. Где-то вот мы посмотрели список. 10 человек поменяли в ходе сезона. Мы толком-то и не знаем, что толком, от кого чего ждать. Ну ладно, один есть. А вот смотрите, там левша вот новый. Ожидает победы от напряженного матча правительственная элита. Также напряженно вглядываясь в победные пасы «Автодора». Если бы не переживал, не пришел. Конечно, переживал до последнего. И надеялся, что победим. Так оно и вышло. Победные пробежки саратовского «Автодора» наконец поднимают сначала настроение зрителей, а затем и самих фанатов с трибун. На последней секунде, кажется, им в четвертый раз удалось перепрыгнуть через рубеж в 100 очков. Судьи совещаются, зрители ждут в проходах. Решение арбитров. Мяч не засчитан. Но разве это расстроит? Команда все-таки отстояла право побороться за выход в плей-офф. Мария Смирнова, Александр Бачков, Саратов, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова